Привет! 26 июля 2019 года, видеоблог. Сегодня мы будем говорить о консервах, о консервном заводе. Почему именно такая тема? Потому что консервный завод стал таким себе инь и янь. Философия развития нашей области, не знаю, на ближайшие какие-то годы или стал такой последней каплей, после которой я решил об этом поговорить. Речь идет об инициативе губернатора Престюка построить консервный завод в Луганской области. И все бы ничего, конечно же, это хорошо. Завод нужен, не только консервный, любой завод нужен. Было бы хорошо, если бы этих заводов было больше. Но речь идет о том, что любая инициатива, которая исходит от, в данном случае, Престюка, она дальше инициативы не идет. Давайте вспоминать. Речь идет не только об инициативе, а еще и о, я бы назвал это, наверное, вредительство какое-то. Вспоминаем ситуацию с хлебом в Луганской области и тот факт, что Престюк взял это под свой личный контроль и стало еще хуже. Давайте вспоминать, что Престюк взял под свой личный контроль ситуацию с ценами на бензин в Луганской области и стало еще хуже. Давайте вспоминать про Гречку, давайте вспоминать про те дороги, которые обещал губернатор наш построить между Донецком и Луганском. И на днях он еще раз это пообещал. Если вы не помните, то я, например, за этим слежу и я все это помню. Поэтому мне настолько смешно в очередной раз слышать о том, что будет дорога построена до Донецка. И все мы прекрасно понимаем, и это уже даже не смешно, что никакой дороги не будет. Никакого консервного завода не будет. Не будет дешевого топлива, не будет дешевой муки, не будет дешевого хлеба. Не так далее, как вчера на своем встрече с прессой губернатор попросил и приказал или как-то распорядился уделить особое внимание строительству, строительству жилья на Луганщине. Все, для меня это как сигнал, что никакого строительства в ближайшее время не будет. То есть даже при том, что деньги будут выделяться, даже при том, что будут эти государственные программы на какое-то молодежное строительство, строительство на селе, никакого строительства в реальности не будет. Почему так? Потому что вся цель или вся философия, этот им и я, этот Чип и Дэйл, этой власти, сегодняшней власти, я не ругаю за политическую, я просто говорю, как это есть. Я не знаю, почему так произошло, это надо копаться отдельно. Но так есть и так почему-то происходит. Вся эта работа заключается только в инициативе. Губернатор инициативу строительства консервного завода, губернатор инициирует создание какого-то инвестиционного форума. Смотрите, форум прошел уже, не знаю, почти год назад, они только через год, они созываются там, создают всякие комиссии, они только сейчас принимают логотип, логотип этого инвестиционного форума и бланк этого, какие-то фирменные бланки. Все. Год прошел. За год, извините меня, можно было построить, я не знаю, там, Донбасс-арену в Донецке построил Ахметов. Молодец, респект ему, уважаю. Что у нас? У нас ничего. У нас мало того, что дальше инициативы ничего не идет, опять же, почему? Потому что подробно мы не умеем. У нас гробят и уничтожают то текущее, которое у нас есть. В конце концов, это речь идет о заре, о заре, о стадионе Авангард. Они это даже сохранить не могут, не говоря уже про дороги, про транспорт. Ведь, смотрите, Престюк, Престюк или областная власть, это такая, знаете, в масштабах чуть увеличенная копия городской нашей власти. Смотрите, Кравченко уже 6 лет говорит о транспорте, транспорта нет. 6 лет говорит о дорогах, дорог нет. То же самое у Престюка в масштабах области. Чуть больше масштаба, но для логанчанина, который смотрит, скорее всего, чаще смотрит этот видеоблог, ему меньше области видно. Я, например, тоже не понимаю, что там в области творится. Я редко туда езжу, поэтому сложно смотреть. Но я больше, чем уверен, даже когда я туда выезжаю, там еще хуже, чем у нас. Поэтому можете представить, что тут происходит. Выводы. Выводы никаких, выводов не будет, потому что они так живут, они так работают, они по-другому не умеют. Все защитники на форуме, которые сейчас вдруг резко появились в защиту консервного завода, вы можете по ссылкам пойти, если вам надо, в комментариях я вам дал ссылки. Или на форуме, это очень достаточно комментируемые темы. Вы можете посмотреть, они вдруг резко появились, вдруг резко стали защищать Престюка. А почему? А потому что сейчас еще какой-то пройдет промежуток времени и начнут спрашивать. Наверху-то, они же не себя начнут спрашивать, Янукович, Язаров там или кто там будет главный теперь, Колесников, кто еще там будет главный. Они уже спросили из Тихонова, Тихонов уехал у нас в Беларусь или куда он там пропал. А теперь дальше надо кого-то спрашивать. Они не будут себя спрашивать, Янукович же не уйдет в отставку, да, из-за того, что в Луганской области ни хрена вообще не строится, ни хрена не происходит. Нет, конечно, он спросит здесь, снизу. Ну, а кто у нас первый Престюк? Кравченко сложнее снять, потому что все-таки должность выборная. Спросит. Вот поэтому Престюк решил инициировать завод, провел совещание по жилью, провел совещание по сельскому хозяйству, организовал инвестиционный форум. Причем в реале, в реале физического чего-то потрогать нету, нету, не было, нету и не будет. Попомните мои слова. Пока. Продолжение следует...